Шурятся при чтении книг, не видят номер автобуса, а иногда и лица людей, проходящих мимо. С такой проблемой ежедневно сталкиваются больше двух миллиардов человек во всем мире. Самый простой способ проверить остроту зрения, смотреть на один и тот же предмет с разного расстояния, по очереди закрывая то один, то другой глаз. Сделать это можно и дома, либо у офтальмолога, только врач. Для этого используют таблицу Головина Сивцева. Это один из старейших проверенных способов, но есть и другие, современные. Детальное обследование поможет развеять сомнения или подтвердить диагноз. Для этого в первую очередь стоит пройти кератор-рефрактометр. Мы можем определить, какая рефракция у человека. Либо это дальнозоркость, либо это безрукость, либо это еще и астигматизм. За три минуты аппарат просчитывает все характеристики глаза и выдает результат на бумаге. Расшифровать набор цифр может только врач. По ним он определит, нужны ли вам очки или линзы. Чтобы понять, какие, придется примерить несколько вариантов. Многие годы офтальмологи пользуются именно очковым набором. Но у нас еще есть более удобная аппаратура, которая называется фарофтер. Это чудо техники в разы ускоряет процесс. Вручную менять стекла не нужно. Они встроены в аппарат и переставляются автоматически. Если врач определил, что очки нужны, покупать их следует строго по рецепту и только в салонах оптики. Выбирая очки, важно правильно подобрать оправу. Она должна не только подходить вам по форме лица, но и быть максимально комфортной в носке. Особое внимание стоит обратить и на параметры. Они находятся внутри, на заушнике. Первое значение – ширина проема. Второе – моста, третье – заушника. Эти параметры – подсказка для мастера и важны при замене линз. Эта линза оптическая, я ее достаю из конверта и отмечаю оптический центр на диаптриметре. Вот они у меня уже готовы. Достаю демо-линзы, демонстрационные линзы и сканирую оправу на сканере. Выбрать характеристику, режим, отсканировать, передать информацию в основной станок. В нем линзы обтачиваются. Очень важно, чтобы центровка была правильная, которая указана в рецепте. Здесь на сканере я выставляю межцентровое расстояние. У каждого человека расстояние между зрачками свое. Отмечаю припуски на обточку. Линза обтачивается. Ставить стекла, выписанные врачом, можно в любую оправу. Очень модно среди молодежи, мужчин и женщин, округлые оправы. Есть оправочки в пластике, есть оправы металлические. То есть оправы называют кругляшками, леннонами. Кому как нравится. Если подобрать стильные очки, они не только помогут лучше видеть, но и станут частью вашего имиджа. Татьяна Балыкина, Алим Велиев. Утро нового дня.